всем привет с вами кекс и сегодня я делаю очень эффектный и красивый в разрезе тортик название ему еще я не придумала но он очень очень вкусный он и с орешками хрустящий и с фруктовой прослойкой очень интересный здесь бисквит чтобы не удлинять видео я его разделила на несколько этапов вот например кули которые я использовала в тортике это фруктовая прослойка я сняла в предыдущем видео ссылку на это видео если кто не смотрел я оставлю внизу в комментариях вот вы сможете посмотреть ну а теперь нам нужно будет сделать сюда еще шоколадный кранч для кранча я буду использовать такие вот хлопья кукурузные буду еще использовать вот такие вот шарики тоже они как для завтрака в эти шарики и будут у меня здесь грецкие орехи можно использовать и фундук но другие орехи сюда так не очень подойдут они будут по-другому по другому в общем будут также нам сюда понадобится масло сливки и шоколад единственное что хочу сказать лучше наверное делайте вы без сливок просто растопите шоколад и добавьте в него масло масло само разойдется и дальше уже добавляйте хлопья потому что я раньше делала так а в этот раз решила добавить еще сливки и у меня немного размокли мои хлопья они не были такими хрустящими как бы мне того хотелось поэтому следующий раз сливки я ложить больше не буду поэтому вы просто растапливаете шоколад добавляйте в него масло перемешиваете и масло у вас само разойдется в этом шоколаде потом посуде более глубокой вы смешиваете все наши орехи и хлопья и быстренько туда выливаете шоколадную смесь теперь также быстро нужно эту всю смесь перемешать для того чтобы у нас все хлопья полностью обволок шоколад единственная хлопья которые тоненькие кукурузные всыпала в самом конце для того чтобы они мне не сильно повредились как бы оставались такими довольно крупные я заранее подготовила форму форме буду остужать эту всю смесь форма у меня на 24 и я обтянула пленкой для того чтобы удобно просто было достать и быстро раздравнять это чтобы у меня это все быстро застыло схватилась и не размокала то без шоколад быстро схватился я это сейчас буду ложить в морозилку сейчас я вот так вот быстренько разравнивать здесь к сожалению плохо видно и так как у нас было солнечное утро и очень плоховато видно как и что я делаю вот я быстренько разровняла свою смесь и вот таком виде отправляю ее в морозилку хотя бы минут на 10-15 для того чтобы схватился хорошо на шоколад масло и вот она вместе как бы хорошенько схватиться и дальше уже можно будет использовать тортия можно еще подержать будет в морозилке до использования в торте вот такая вот у меня получилась шоколадно-орехово хрустящая смесь до того как я положила в тортик она была очень хрустящая еще также сюда буду использовать кукурузный бисквит его рецепт я также давала в предварительных видео ссылочку на него вы тоже найдете в описании к этому видео кто не смотрел бисквит я разделила на три части буду использовать здесь три коржа я взяла разъемное кольцо что бисквит что все остальное то что я замораживала и кули и кранч я делаю форме 24 а кольцо я расставила на ширину в 26 сантиметров можно было кстати даже чуть чуть поменьше этого делать ну я решила сделать тортик диаметром 26 сантиметров здесь у меня вот творожный крем мусс опять-таки его рецепт в предварительном видео ссылочку на него вы также найдете в описании это только ради того чтобы не сильно делать очень длинное видео если я начала показывать здесь все 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 рецепты этих кремов то это бы видео затянулась на два часа очень очень было бы вам скучно смотреть вы можете использовать любой муссовый крем вы можете использовать как сливки плюс творог вы можете использовать просто сливочный муссовый крем то есть какой вам нравится у меня здесь этот творожный мусс поэтому поэтому можете сделать и так как я я мне здесь в этом тортике нужно в принципе было добиться гладкого верха особо бока меня не интересовали потому что пока я буду хлопьями присыпать поэтому меня не сильно интересовало чтобы были гладкие бока но именно верх мне нужно было добиться довольно гладкий поэтому я под низ постелила пленку и буду складывать свой тортик вверх ногами вот для того чтобы у меня как бы низ остался более ровным теперь на слой крема я буду ложить слой бисквита бисквит я слегка пропитаю здесь у меня сахарный сироп с ромом темный ром у меня здесь буквально слегка я его пропитаю кстати тортик у меня будет покрыт шоколадной глазурью глазурь у меня будет на темном шоколаде если захотите я чуть позже сброшу видео в следующем видео уже будет шоколадная глазурь которую я буду использовать на этом тортике можете посмотреть очень просто делается на самом деле с ней легко работать мне в общем очень понравилось бисквит я сам бисквит покрываю буквально чуть-чуть кремом просто для того чтобы было хорошее сцепление моего кули следующий слой у меня будет кули и было хорошее сцепление фруктовой прослойки и бисквита неудобно работать без крутящейся подставки с крутящейся подставкой намного удобней если у вас будет выбор что купить первое из кондитерских принадлежностей купите себе крутящуюся подставку вы поймете насколько вы выиграли так теперь я из морозилки достаю кули она чуть-чуть у меня подостыла но еще не замерзла но очень удобно его уже мне будет перенести она довольно пластичная я вот так вот его переверну и пленочку уже сниму там уложила так как мне нужно приблизительно так как у меня лежит бисквит по сторонам у меня вы видите зазорчики по сантиметру чуть больше даже наверное который я тоже заполняю кремом по которым у меня будет потом стекать лазурь и точно также кули вот абсолютно слегка перекрываю я кремом небольшой слой именно как раз таки для сцепления моего кули и бисквита который мне тоже будет уже вторым слоем у меня будет следующий бисквит крем вы видите хорошо и ровненько ложится он довольно густой для тех кто смотрел видео как я его делала вы видели что он вначале не слегка жидковат но когда вот уже сталкиваешься с ним работе он очень хорош и очень удобен ложим точно так же второй слой бисквита опять же его слегка пропитаем опять же его перекрываем слегка кремом и укладываем на него уже слой шоколадного кранча вот какой красивый получился он как хрустящая шоколадка можно просто кусать очень вкусный и приклею его туда бисквиту и опять-таки смазываю небольшим количеством крема укладываю на него последний смесло бисквита и заполняю бока до самого конца для того чтобы у нас были более ровной поверхности сравниваю срезы и вот таком вот виде у меня пойдет тортик в морозилку в морозилке он у меня проведет ночь для того чтобы он хорошо замерз и я его смогла украсить вот такой красивой глазурью если вдруг остались у вас вопросы по этому тортику обязательно спрашивайте глазурь увидите в следующем видео в общем все что вас интересует смотрите внизу по описанию я скину все ссылочки а с вами был кекс до новых встреч пока пока